Добрый вечер! Сегодняшний концерт начинает новый сезон проекта «Мама, я меломан». Предыдущий, прошлый сезон был пилотным, он прошел очень успешно, и мы с удовольствием продолжаем проект. «Мама, я меломан» — это по-прежнему ночные концерты для новых начинающих слушателей, это по-прежнему ведущие оркестры и известные исполнители, и по-прежнему просветители, лекторы, ведущие, которые говорят на понятном языке. Что же нового будет в новом сезоне «Мама, я меломан»? Во-первых, в одном из концертов примет участие свежесозданный российский национальный молодежный симфонический оркестр. Это как раз будет на следующем концерте 15 декабря. Среди ведущих будут как уже полюбившиеся вам, так и новые лица. Один ведущий будет совершенно неожиданный для вас, я не буду пока раскрывать интригу, следите за нашей афишей. И, наконец, программа. Да, вы голосуете за нее на сайте, но на основе вашего зрительского голосования мы всегда выбираем новые произведения, чтобы каждый раз вы чувствовали, что вы получаете новые впечатления от нашего проекта. Ну и еще один момент. Мы решили запустить мерч, сувенирную продукцию проекта «Мама, я меломан» в сотрудничестве с петербургским художником Алексеем Курбатовым выпустили футболки с изображениями Чайковского и Рахманинова. Леша, если ты нас сейчас слышишь, привет. Отличная работа, спасибо тебе. Вы можете купить эти футболки у нас в фойе «Портера» до или после концерта. Ну а сейчас давайте уже начинать. Сейчас о программе первого концерта этого сезона расскажет музыковед, музыкальный критик Ярослав Тимофеев. Дамы и господа, добрый вечер. Мы вслед за московской погодой цепляемся за лето. Именно с этого концерта из времен года «Вивальди» начнется сегодняшняя программа. Вообще, московскую филармонию можно было бы упрекнуть в излишнем популизме, понятно, что «Времена года» — это шлягер из шлягеров, совершенно феноменальный по своему положению в музыкальной культуре. Достаточно сказать, что Йоганн Себастьян Бах, понятно, самый великий, никто с этим не спорит, но у него нет ни одного сочинения, которое могло бы сравниться в популярности с временами года. Почему-то так оказалось, что в последние полвека эта музыка, музыка «Вивальди», оказалась очень созвучна нынешнему слуху, человеческому слуху, причем массовому слуху, потому что эта музыка живет далеко за пределами субкультуры классической музыки. И тем не менее «Вивальди», безусловно, гений, «Вивальди» — новатор, и возвращаться к нему снова и снова совершенно не стыдно. Во-первых, потому что это большое наслаждение, во-вторых, потому что он ставит на самом деле перед нами много важных вопросов. Времена года появились в начале 20-х годов XVIII века в окрестностях Мантуи. Там жил «Вивальди» и этими окрестностями вдохновлялся, их и запечатлел в своем цикле. А напечатанные эти вещи были в 1725 году в Амстердаме. Причем такого опуса, как «Времена года», у «Вивальди» никогда не было. Это был совершенно другой опус под номером 8, состоявший из 12 концертов. Среди них только 4 относились к этому последствию, к воссозданному циклу. А весь этот опус назывался «Спор между гармонией и изобретательностью». И название, на самом деле, очень точно передает суть этих работ вивальдевских, потому что здесь он дает нам и абсолютную такую классическую для своего стиля красоту и очень много новаций. И прежде всего эти новации связаны с программностью, то есть сюжетностью. Здесь не просто мы слышим птичек и ручьи, которых много вообще в барочной музыке. Здесь мы слышим и видим реальность стереоскопично и очень подробно. Как бы с нескольких камер, в том числе с приближением, с крупными планами, с общими планами. Например, когда Вивальди изображает охоту, мы видим этот процесс и глазами охотников, и глазами жертвы, на которые охотятся. Когда речь идет о пастухе и его собаке, опять-таки есть своя камера у пастуха и своя камера у его собаки. То есть это такая музыкальная живопись, самая настоящая, которую можно и легко сопоставлять с живописью современников Вивальди. В этом новизна. Кроме того, новизна в том, что он, в общем, открыл для большого искусства музыкального тему «Времен года», которую потом продолжили Гайден в своей оратории, Чайковский в своем знаменитом сборнике, и Глазунов в своем балете, и, кстати, Астер Пиццола, наш сегодняшний и последний герой. Почему мы так уверенно говорим об этой программности? Потому что каждому концерту Вивальди предпослал сонет. Тоже в трех частях, как и концерт. Никто не знает точно, кто написал эти сонеты. Большинство ученых склоняются, что это был сам Вивальди. И более того, мы не знаем, где курица, а где яйцо. То ли эти сонеты написаны после музыки и должны ее комментировать, то ли музыка после сонетов. Так или иначе, совпадение между ними, эмоциональное и звукописное, очень точное, поэтому я зачитаю сонет «Лето» в переводе на русский. «В полях лениво стадо бродит, от тяжкого удушливого зноя страдает, сохнет все в природе, томится жаждой все живое. Кукушке голос звонко и призывно доносится из леса. Нежный разговор щегол и горлица ведут неторопливо, и теплым ветром напоен простор. Вдруг налетает страстный и могучий борей, взрывая тишины покой. Вокруг темно, злых мошек тучи, и плачет пастушок, застегнутый грозой. От страха бедный замирает, бьют молнии, грохочет гром, и спелые колосья вырывает, гроза безжалостна кругом». И вот первый вопрос, который Вивальди перед нами ставит, это вопрос программности. Хорошо это или плохо, и как вообще к ней относиться? Я вот в предыдущих лекциях в нашем проекте не раз рассказывал о том, что программность, сюжетность зачастую не помогает воспринимать музыку, а мешает, потому что она отправляет наше сознание по конкретному и довольно узкому коридору. Вот как быть здесь с этим, я отвечу чуть позже, а пока задам второй вопрос, более очевидный. Вам он станет очевиден, когда начнутся первые звуки, а впрочем, все вы эти звуки слышали и знаете, о чем речь. Почему лето такое мрачное? Вообще ощущение, что это не лето, а катастрофа какая-то, и для русского человека это совсем нонсенс. А вот Вивальди почему-то написал так. При этом весна очень даже благополучная, здесь мы совпадаем. Осень у Вивальди тоже прекрасная, никаких проблем, здесь мы не совпадаем. В зиме совпадаем снова, зима плохая. Получается, что вот есть у нас мажорная весна, абсолютно минорное лето, это единственный концерт в цикле, в котором все части написаны в миноре, в соль миноре. Все это подчеркнуто. Потом благополучная осень и тяжелая зима. Наверное, отчасти все это объясняется географической разницей, потому что весна и осень в Италии — это зона температурного комфорта, более-менее. А лето и зима — крайности. И Вивальди, видимо, эти крайности были не очень близки. Но я думаю, что дело не только в этом, а дело еще и в сугубо музыкальных законах, точнее, в законах музыкальной драматургии. Потому что Вивальди — это прежде всего контрасты. Вот название сборника — спор. Это очень точно, опять-таки, выражает основную, наверное, идею музыки Вивальди. Вечный спор. Спор, например, солиста и оркестра. На этом основан вообще жанр барочного концерта у Вивальди. Спор, контраст медленной и быстрой частей. Все концерты строятся как быстро, медленно, быстро. Спор форты и пиано постоянный. И вот такой же контраст касается частей времен года. Хорошее время — плохое время, хорошее время — плохое. По очереди. Есть версия, что поскольку каждый концерт трехчастен, каждая часть соответствует одному месяцу. Но это не выдерживает проверки слухом. Скорее всего, это уже совсем надумано. А вот еще одна версия говорит, что под сезонами Вивальди понимал не только сезоны, но и этапы человеческой жизни. И эта версия выглядит по-своему вполне убедительной, если принять, что весна — это детство, счастливое детство. Лето — это эпоха бури и натиска, юность, подростковый возраст. Осень — это зрелость благополучная. И зима — старость. В XVIII веке при жизни Вивальди и после его смерти цикл был вообще довольно популярен и востребован. Во-первых, сам Вивальди использовал музыку из него в своих операх. Для него это была обычная практика из весны и из зимы. Йоганн Себастьян Бах процитировал одну из частей этого цикла в своей «Кантате» 27-й. Несколько французских композиторов тоже обращались к временам года. В том числе в 1775 году Жан-Жак Руссо выпустил флейтовую версию. Но вот на нем как-то все и закончилось, и на долгие десятилетия про Вивальди забыли, времена года тоже. И заново открывать его стали в XX веке, даже не с начала. В XX-е годы была найдена целая кипа рукописей, около 300 концертов, много всего другого. А в 1939 году итальянский композитор Альфредо Козелло устроил большой фестиваль «Неделю Вивальди». Это был такой поворотный пункт. Вообще Козелло очень много сделал для Вивальди. И в том же 1939 году впервые была записана музыка времен года. К 2011 году записей официально выпущенных времен года стало больше тысячи. Сейчас, соответственно, еще больше. Ну и Вивальди продолжают открывать до сих пор. В 2006 году, например, нашли рукопись оперы «Агриппа», в 2008 поставили. Наверняка будут еще какие-то находки подобные. Я уж не говорю о безумном количестве транскрипций, обработок времен года. Их невозможно сосчитать. И здесь возникает еще один важный вопрос, который хочется задать. Не то чтобы Вивальди, а скорее истории музыки как таковой. Это вопрос суда времени. Вот как-то учили нас в школах, что если даже ты гений не оценен при жизни, то вот как ты только умрешь, так тебя точно оценят. С Вивальди так как-то не получилось совсем. Его оценили чуть-чуть попозже, на 230-250 лет. И при этом оценили как-то так бурно, так мощно, что возникает вопрос, а не переоценили ли, например, не мода ли это, которая через несколько десятилетий пойдет на спад. Вот этот вопрос я хочу оставить открытым. Еще один интересный вопрос связан с тем, что у Вивальди не 4 концерта, а примерно 550. И, в общем, все они чудесные. Понимаете, это была не та эпоха, когда композитор мог написать один шедевр и 10 бездарных сочинений, потому что у него вдохновения не было. Композитор был ремесленником и писал качественно, если он был качественным композитором. И Вивальди, в общем, был именно таким. Стравинский про него сказал, что Вивальди написал не 500 концертов, а один концерт 500 раз. И, в общем, это по-своему близко к правде. И вопрос, который возникает, он следующий. А почему мы так любим именно времена года? Потому что это лучшее у Вивальди или потому что мы это слышим из каждого утюга каждый день? И я однажды поставил над собой такой эксперимент. Я поставил на повтор другой концерт Вивальди, неизвестный. Слушал его много раз подряд. В общем, действительно оценил многие красоты. Потом поставил времена года и почувствовал, что все-таки нет. Все-таки что-то в них есть особенное. В общем, тоже вопрос такой открытый. И он связан с вопросом про программность, к которому я сейчас как раз и вернусь. Я все-таки думаю, что невероятный успех времен года связан не с птичками и ручьями, хотя это, казалось бы, такой аттракцион, который привлекает людей далеких от классики. Я думаю, что дело здесь в три единстве. С одной стороны, действительно, эта звукописность совершенно виртуозная, чарующая, прекрасная. С другой стороны, рядом в этой музыке существует невероятная аффектность, эмоциональность, страстность, которая, в общем, не зависит ни от каких птичек. Когда начинается эта гроза, пожалуй, все-таки мы думаем не столько о грозе внешней, сколько о грозе внутренней. Ну и третий параметр, самый необъяснимый, это красота этой музыки, красота ее гармонии, ее ритмики, ее оркестровки, ее мелодии. И вот я думаю, что на пересечении трех этих китов, как сказал бы Дмитрий Борисович Кобалевский, и строится вот эта вот невероятная успешность времен года. Дальше мы попадаем на полвека попозже к Йосефу Гайдну, но мрачность, которая нас наградит Вивальди, никуда не уходит. Что вообще-то странно, потому что Гайдна называют самым солнечным композитором всех времен, ну разве что с Прокофьевым иногда его в пару вот так объединяют, композиторов искрометных, с чувством юмора, олимпийцев таких. Ну и безусловно Гайден, который был отцом симфонии и квартета, который был, в общем-то, центральным представителем эпохи высокого такого олимпийского классицизма, Гайден писал практически все в мажорных тональностях, так был устроен классицизм, потому что основывался он на вере в разум, на вере в справедливость, на вере в то, что нужно стереть случайные черты и увидеть, что положено. И в таком контексте, конечно, особенно мощно действуют на нас эти самые случайные или не случайные черты, то есть минорные вещи, трагические вещи. Кроме того, классицизм, как эпоха, основанная на культе ясности, любила простые тональности, тональности с небольшим количеством знаков, а лучше вообще без них. Гайден пишет свою симфонию в фа диас миноре. Это единственная симфония XVIII века, известная нам сейчас в этой тональности. В общем, совершенно какой-то необъяснимый шаг. Но самая большая странность связана не с тональностью, а с финалом этой симфонии, который сегодня и прозвучит, потому что в этом финале небольшой оркестр в эпоху Гайдена, точнее, в его капелле, это было 16 человек, по одному покидает сцену, гасит свечи, которые стоят на пепитрах, и уходит. Есть совершенно четкий порядок ухода. Первый габаист, второй волтернист, фаготист, потом второй габаист, первый волтернист, контрабасист, велончелист, вторые скрипки, альт, и остаются две первые скрипки. На одной играл Гайден, на другой концертмейстер оркестра, первый скрипач. И, в общем, это такое чудо, такой инструментальный театр 18 века принято объяснять одной историей, которую Гайден якобы сам рассказал на старости лет своим биографам. История такая. В тот сезон князь Николай Эстерхази, у которого служил Гайден, ввел новое правило. В летнюю резиденцию допускались музыканты только, а их жены и семьи должны были оставаться в другой резиденции. Ну и в этой летней резиденции князь задержался надолго, соответственно, музыканты скучали по своим любимым, изнывали от холостяцкой жизни и хотели обратно. И якобы они попросили Гайдена сделать намек князю, что пора бы честь знать. При этом для самого Гайдена и первого скрипача было сделано исключение, они могли жить с семьями. И вот якобы поэтому музыканты так вот уходят, уходят, а Гайден со своим коллегой остаются. Но так ли это, был ли мальчик, мы не знаем, потому что биографы того времени очень любили приукрашать и не всегда были такими добропорядочными историками. Но на самом деле вот тут снова встает вопрос программности, и ответ на него тут как раз очевиден. Это на самом деле совершенно не важно, была эта история или ее не было, потому что музыка прощальной симфонии точно не про это. Почему я так уверен? Потому что для такой шутки, для такого намека Гайдену достаточно было написать что-то ироничное и веселое, как он умел, с тем же самым уходом музыкантов, и все было бы считано так же, и все было бы понято. Но почему-то Гайден 22 октября 1772 года подписывает заявку на приобретение двух насадок на валторны. Зачем ему это было нужно? Потому что в фаде с миноре валторны не существовало, не было инструментов, которые могли сыграть в этой тональности. Нужно было взять валторны другого строя и добавить к ним насадки, чтобы понизить их строй. Понимаете, насколько ему принципиально была эта редкая тональность? Зачем-то. Далее. Минуэт в этой симфонии написан в фаде с мажоре. Это вообще тональность совершенно не применявшаяся. В 18 веке тональность романтическая. Далее. В финале, после нормального, быстрого финала, как положено, наступает адажио, медленный финал, вот тот самый финал ухода. Фактически это пятая часть, что тоже было против всех правил. В общем, комплекс вот этих вот параметров доказывает нам, что дело явно было не в шутке. Вообще, в 1972 году Гайден неожиданно пишет очень много минорной музыки. У него наступает такой вот странный период, который обычно связывают с тем самым штурм-ундранг, то есть бурей и натиском, течением в литературе, как бы таким проторомантизмом, когда все ударились вдруг в мрачность. На самом деле, это течение в литературе появилось позже, примерно лет через 10. И вот это помутнение в жизни Гайдена к нему отношения не имеет. Можно объяснить этот период кризисом среднего возраста. Гайдену было 40 лет. Но тогда непонятно, почему коллеги Гайдена, в том числе Иоганн Кристиан Бах и многие другие, в эти же годы тоже ударились в минор. В общем, это было какое-то веяние времени, которое, на самом деле, объяснить довольно трудно. Понятно, что у Гайдена около 110 симфоний. Он тоже, в общем, отчасти, можно сказать, что писал всю жизнь одну симфонию. У них очень много общего. И, собственно, в творчестве Гайдена классическая симфония и сложилась. То есть он постепенно выработал на себе этот канон золотой. И можно было бы сказать, что в прощальной симфонии он еще как бы его недовыработал. На самом деле, нет, уже тогда все вот эти странности воспринимались как отступление от правил и наверняка шокировали князя Эстерхази. Князь Эстерхази, по свидетельствам тех же биографов, намек понял и музыкантов отправил обратно. Но дальше произошло следующее. Буквально через небольшое время Гайден перестал писать вот такие вот странные минорные сочинения. И вообще известный его исследователь Робинс Лендон, который написал большую такую монографию о симфониях Гайдена, утверждает, что после прощальной началась деградация, можно сказать. Симфонии Гайдена стали вдруг консервативнее и как бы бледнее, чем предыдущие. И он связывает это с тем, что князю Эстерхази не понравились все эти эксперименты в целом, вся эта мрачность, и он как-то посоветовал своему придворному композитору вернуться туда, к солнышку, на нормальную территорию. Может быть, так и было. В общем, симфонии того же уровня патетики, который достигнут в прощальной, у Гайдена так больше и не появилась, она осталась уникальной, и уникальной она осталась во всей истории музыки, потому что это, в общем, первый такой пример самой настоящей деконструкции в рамках симфонии. Это редукция оркестра до двух скрипок, которые, кстати, играют с сурдинами, то есть с такой насадкой, которая приглушает звук. Это превращение музыки в тишину. И тем самым Гайден открыл, на самом деле, ящик Пандоры открыл бездну, за которой много-много лет спастя, в которую, точнее, пошли великие композиторы эпохи романтизма и XX века. Гайден поставил проблему финала, так называемую проблему финала в симфонии, потому что до него, да и после него считалось, что финал должен быть каким? Торжественным, желательно веселым и, главное, четким. Потому что симфония — это здание, это мироздание, и оно должно достраиваться примерно как Господь Бог закончил, без каких-то грустных ноток. А Гайден пошел совершенно в другую сторону, в этот тихий, медленный финал, и много лет спустя Чайковский, Малер и Шостакович пойдут по этому же пути дальше, будут писать тихие, медленные финалы, и, конечно, всегда у них эти финалы будут связаны со смертью. И, в общем, эта трактовка прощальной симфонии Гайдена, она, пожалуй, все-таки самая близкая к правде. По крайней мере, композиторы романтики в этом были уверены на сто процентов. Вот Роберт Шуман Гайдена вообще не очень любил, но когда сходил на прощальную, написал, что никто не смеялся, потому что было не смешно. Но особый шик, я бы сказал, Гайдена и отличие его от последователей в том, что заканчивает он все-таки в мажоре, в этом самом странном фа-диэс-мажоре. Вот это классицизм, это олимпийское мышление. Да, смерть, но без порывов, без слез, без истерик. Светлая смерть. Дальше мы попадаем в 20-й век Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Тут я замечу, что вот у нас четыре произведения в программе и четыре названия, которые вам уже хорошо известны. Ни одно из этих названий не принадлежит авторам. Так вот получилось. Вивальди не называл свой цикл «Времена года», Гайден не называл свою симфонию «Прощальный», Шостакович не называл свое сочинение «Камерной симфонии», потому что на самом деле это восьмой квартет Шостаковича, который замечательный советский дирижер Рудольф Баршай по согласованию с Шостаковичем переложил для струнного оркестра. И они решили назвать это «Камерной симфонией», что вообще-то абсолютно правильно, потому что квартет вещь, именно что камерная, камерная в переводе комнатная, вещь, которая говорит с вами шепотом. А в восьмом квартете Шостакович шепотом сказал вещи абсолютно симфонического масштаба, вещи, которые относятся не столько к каким-то, знаете, вечерним посиделкам, сколько к проблемам жизни и смерти. В общем, тут будет снова трагизм, уж простите, и, пожалуй, самый-самый черный из всей сегодняшней программы. Это единственное сочинение Шостаковича, которое появилось за рубежом. Он поехал в Дрезден буквально на несколько дней, чтобы изучить материалы к фильму «Пять дней и пять ночей», должен был писать музыку. И на несколько дней его отправили на курорт в саксонскую Швейцарию, 40 километров от Дрездена. Представляете, что такое для советского человека такой курорт? И вот там он за три дня написал этот квартет, который идет порядка 20 минут, в общем-то, бешеный темп. И вот это единственная работа, написанная за рубежом, и, пожалуй, самая исповедальная работа в наследие Шостаковича. Тут уж сами решайте, есть связь или нет. А я думаю, что, наверное, есть. А чтобы понять, какая, мне придется зачитать письмо Шостаковича к его другу Исааку Гликману. Довольно большой отрывок, но очень важный. «Я вернулся из поездки в Дрезден. Меня там хорошо устроили для создания творческой обстановки. Как я не пытался выполнить в черне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно-порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, если, то вряд ли кто-то напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать. Посвящается памяти автора этого квартета. Основная тема квартета — ноты ДСЦХ, то есть «Мои инициалы». Дмитрий Шостакович по-немецки. В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня «Замучен тяжелой неволей». Мои темы следующие. Из первой симфонии, из восьмой симфонии, из трио, из волончельного концерта, из «Леди Макбет». Намеками использованы «Вагнер», «Траурный марш из гибели богов» и «Чайковский». Вторая тема первой части шестой симфонии. Да, забыл еще мою десятую симфонию. Ничего себе, окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что, сочиняя его, я вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавший домой, два раза пытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет и наступит и похмелье критического отношения к самому себе. У этой истории есть предыстория, совершенно необходимая для понимания случившегося. Буквально за несколько недель до этих событий Шостаковичу предложили возглавить союз композиторов РСФСР. И для того, чтобы его возглавить, необходимо было вступить в партию КПСС. Шостакович, конечно, этого не хотел, мягко говоря, и много лет от этого увиливал. И тут к нему пришел член ЦК по имени Петр Поспелов и начал его уговаривать. Сначала мягко. Доводы были такие. Никита Сергеевич Хрущев, это не Осип Виссарионович Сталин. Партия теперь человечная, с человеческим лицом. Никита Сергеевич заботится о музыке. Надо ему ответить благодарностью и пойти навстречу. В общем, Шостакович использовал все возможные увертки, начиная с того, что он еще не выучил марксизм и нужно ему дать время доучить. И кончая вообще невозможной вещью, он вдруг сказал, что он религиозен и поэтому не может войти в партию. Хотя, на самом деле, скорее Шостакович не был религиозен, чем он был. В общем, все это не помогало, началось бешеное давление и в какой-то момент Шостакович просто сбежал из Москвы в Ленинград, причем всегда он останавливался в европейской гостинице, а в этот раз остановился у своей сестры, просто чтобы спрятаться. И там они встретились с Гликманом, Шостакович ему все это рассказал и, стиснув зубы, сказал, в общем, я не поеду, а уже было назначено заседание, на котором в Москве он должен был зачитать заявление за него, написанное о том, что вот я прошу меня принять партию. Он сказал, я не поеду, пусть силком тащат, вот только так это получится. Через несколько дней Шостакович приехал на дачу Гликману с бутылкой водки, выпил и цитировал Пушкина, поэму «Цыганы», и от судеб защиты нет. И Гликман почувствовал, что что-то там надламывается. В общем, через несколько дней Шостакович вернулся в Москву, зачитал заявление и вступил в партию. Этого жеста ему очень многие не могли простить. Понятно, что на Западе многие его обожатели, но и молодое поколение советской интеллигенции не могло простить. Мне вот Владимир Иванович Мартынов, наш нынешний классик, рассказывал, как тогда, ему было 16, как они все презирали Шостаковича, что вот эхо сломался, не понимая, чего ему это стоило. И вот в таком состоянии Шостакович отправился в Дрезден и написал восьмой квартет памяти себя. Он похоронил себя как человека, способного бороться в социальном смысле, способного побеждать. Он как бы проиграл эту битву и признался в этом в музыке. И поэтому там больше 20 цитат из его любимых своих сочинений. Такой вот мемориальный список того, что было Шостаковичем. И поэтому там цитаты из оперы «Гибель богов» Вагнера, «Траурный марш» и из шестой симфонии Чайковского, симфонии, как известно, посвященной смерти. И поэтому там цитаты из революционной песни «Замучен тяжелой неволей». И в общем вишенкой на торте стало посвящение, официальное посвящение этого квартета. Оно звучит так. Памяти жертв фашизма и войны. Дело в том, что Шостакович не мог говорить прямо о том, о чем думает. Он мог говорить изоповым языком, но при этом очень отчетливо. Вот то, что я сейчас перечислил, невозможно яснее сказать то, что он хотел сказать. И ему нужна была защита, социальная защита. И это, конечно, идеальная, как бы мы сейчас сказали, отмаза памяти жертв фашизма и войны. Он снимал все претензии к себе. Никто не мог придраться к ужасному трагедийному накалу этого сочинения. Примерно как сейчас бы какой-нибудь оппозиционный художник пришел в Третьяковскую галерею, например, назвал свою выставку «Стабильность» или «Слава российской армии». И у него бы все получилось, и никто бы ему ничего не сказал. Вот. Шостакович этим воспользовался и добился своего, потому что премьера квартета вызвала бешеный резонанс, был абсолютный триумф. Вообще сейчас это невозможно себе представить, что квартет, камерное сочинение вызывает такую бурю по всей стране, сначала в Ленинграде, потом в Москве. И на волне этого успеха Рудольф Баршай в 67-м году сделал свою транскрипцию, которая до сих пор остается одним из самых популярных, часто исполняемых сочинений Шостаковича. Последний наш герой, Астер Пьиццола, выстраивает большую, красивую арку к Антонио Вивальди, как я уже говорил. Это самое крупное сочинение в программе, больше 20 минут, потому что будет исполнен весь его цикл времена года в Буэнос-Айресе. Цикл этот часто, кстати, исполняется в концертах вместе с временами года Вивальди, и называется это Eight Seasons или Отто Стаджони, то есть восемь времен года, сначала Вивальди, потом Пьиццола, иногда по очереди, по одному сезону. Хотя изначально Пьиццола вообще не задумывал это как цикл, он написал музыку лета для спектакля в 65-м году, а потом через 4-5 лет дописал остальные части. Изначально они предназначены для квинтета, в котором сам Пьиццола играл на банденеоне. Инструмент типичный аргентинский инструмент, который неразрывно связан с культурой танго. Но потом появилось множество транскрипций, и сам Пьиццола их одобрял. И одна из самых известных, наверное, самая транскрипция принадлежит российскому композитору Леониду Десятникову, ныне здравствующему. Он переложил эту вещь для скрипки со струнным оркестром, как у Вивальди, и дополнил цитатами из Вивальди. Причем он учел разницу сезонов в южном полушарии и в северном полушарии. У них считается начало года с осени, как у нас с весны. И поэтому в часть осень он вставил цитаты из весны Вивальди, в часть лета из зимы и так далее. Но сегодня прозвучит другая транскрипция Алексея Стрельникова. Это музыкант оркестра «Виртуозы Москвы», который недавно совсем сделал ее в расчете на свой коллектив. Существуют, кстати, две традиции исполнения сезонов. Либо с весны, как у Вивальди, либо с осени, как принято в Южной Америке. Сегодня будет второй вариант. Так что получится, что у нас будет лето Вивальди, потом осень по-пьицольски, и дальше мы снова дойдем до лета в итоге. Я уже говорил, что ни одно из сочинений не названо авторами в сегодняшней программе. Здесь тоже есть такая деталь, потому что у Пьицолы сочинение названия дополняется словом «Портеньо». Времена года Портеньо, а Портеньо — это самое название жителей Буэнос-Айреса. Вот единственный город на земле, где люди называют себя так. Соответственно, он хотел передать не столько времена года как таковые, сколько времена года в жизни горожанина из Буэнос-Айреса, который танцует танго, который работает, пьет, врубляется и так далее. И снова здесь возникает тема трагизма уже в последний раз. Надеюсь, бесы, я не знаю, какие будут, но вряд ли трагичные. И здесь я процитирую самого Пьицолу, который говорил «Я счастливый парень, я люблю хорошее вино, я люблю поесть, я люблю жить. Вроде как нет никаких причин моей музыке быть грустной, но моя музыка печальна, потому что танго печальна. Танго печальна, драматична, но не пессимистична». И, в общем, правду он говорит, будет печально, но в то же время будет весело и зажигательно. Трагизма Штаковича здесь уже и следа не будет, конечно. И снова возникает вопрос программности, и Пьицола дает на него свой ответ, особенный. Дело в том, что его здесь интересуют действительно не времена года, а человеческие ощущения в разные времена года. И в итоге получается так, что изобразительность это тут и нет особой, а есть выразительность. И если принять романтическую концепцию о том, что музыка — это язык чувств, то, по сути, никакой программности тут и нет. И особой разницы между сезонами, по крайней мере, мы, европейские слушатели, мне кажется, не услышим здесь. Это музыка про человека, человека чувствующего, и все тут. Интересно, что Пьицола и Вивальди — это абсолютные кровные братья. У них просто бешеное количество пересечений. Во-первых, они стали страшно популярны почти в одно время, Вивальди чуть раньше, Пьицола чуть позже. И популярны они стали не в рамках классической музыки, а как бы на стыке классики и эстрады популярной музыки. И прекрасно себя чувствуют и там, и там. Пьицола звучит и в концертных залах, и, в общем, на всяких вечеринках, в клубах, и где угодно. Во-вторых, их музыку объединяет много общих качеств. Это танцевальность, это четкая, острая ритмика, это красочность, эффектность, это аффектность, то есть страстность. Ну и даже есть конкретные музыкальные параллели, совсем уж очевидные. Может быть, многие из вас знают, что есть такая штука, как золотая секвенция, иначе ее называют секвенцией Вивальди. Потому что Вивальди, как никто другой, он ее не придумал, но он, как никто другой, умел здорово ее использовать. Вот у Пьицолы все его танго на этой секвенции тоже живут и строятся. Ну и, наконец, объединяет их то, что как Вивальди всю жизнь писал один концерт, так и Пьицола всю жизнь писал одно танго. Все это об одном, и ни одно из них, в общем-то, не уступает другому, по большому счету. И мне осталось подвести итоги. У нас с вами будут времена года Вивальди, прощальная симфония Гайдна, прощальный, посмертный квартет Шостаковича и времена года Пьицолы. Получаются два южных концерта из Италии и из Аргентины и две северных симфонии из Австрии и из России. И в этой простой такой паре на самом деле кроется большая истина, которую можно увидеть, истина двуликая, такая, идеологичная. Я имею в виду две картины мира, два мировоззрения. Потому что Гайден и Шостакович говорят нам, что жизнь стремится к смерти и все кончится ею. Человек идет по этому пути нисходящему и придет к концу. А Вивальди и Пиццола говорят нам, да, человек идет к смерти и все этим кончится, но потом снова начнется весна и снова будут почки раскрываться. То есть вот такая трагическая концепция северная и, я бы сказал, пантеистическая, позитивистская концепция южная. Северяне предлагают нам вектор вниз, а южане предлагают нам круг. Выбирайте, что вам ближе. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ